всем салют вы на канале блогер саратов всех с прошедшими новогодними праздниками всем счастья здоровья ну и всего того что вы пожелаете сами как говорили великие среднеазиатские повара любимое блюдо тамерлана это плов но сегодня речь пойдет о лагмане для приготовления лагмана люди используют разные ингредиенты но основа и даже конечно мясо она у нас представлена как говядина так и баранина также это овощи это морковь картофель лук обязательно должен быть красный перец либо желтый без разницы болгарский это помидоры чеснок зелень куда же без нее а также мы добавляем в наш лагман горошек зеленый обязательно специи это кориандр лучше использовать зиру но зиры в магазине к сожалению не было и мы используем приправу для плова в приправе для плова тоже есть зира поэтому мы заменили вы скажете надо еще что-то добавить и наверняка будете правы основной ингредиент в лагмане это лапша соответственно потому что это так и называется лагман лагман вообще это лапша из теста которые делают долго но мы сегодня готовим более ленивый лагман поэтому мы будем использовать вот такую вот покупную лапшу лагман тут так и написано лапша домашняя лагманная вот такой вот лапшу будем использовать она куплена в пятерочке не знаю как она будет пойдет не пойдет но в итоге расскажем стоит ли ее брать или нет тоже такую дегустацию проведем ну и один из самых основных еще ингредиентов в лагмане это специя которая называется бадьян то есть но звездочки если видели такие вот это специя которая обязательно должна идти в лагман без нее это не лагман поэтому что сейчас будем все нарезать потихонечку также разжигать параллельно огонь оставайтесь с нами мы установили казан мы переместились на улицу сейчас уже подготовили нарезали все ингредиенты как только разогрелся казан мы наливаем масло ну грамм 150 100 теперь ждем пока масло на под накалится немножко и дальше будем закладывать мясо и так казан уже накалился масло в нем тоже теперь добавляем мясо туда и тут главное сразу начинать перемешивать потому что огонь большой вот и нужно чтобы но мясо сразу взял одну дало корочку небольшую минут 10 мясо прожарили в казане и сразу добавили лук это делается для чего для того чтобы нас сохранила свой сок и лук еще дал свой сок то есть мы лук кидаем поверх мяса со следующего ингредиента который мы будем добавлять в казан присоединиться мой отец его зовут виктор иваныч и мы давно готовим вместе и всегда друг другу помогаем поэтому я его поснимаю и он уже дальше будет рассказывать чем мы будем делать дальше ну чтобы не пригорело мясо с луком нужно обязательно помешивать почаще желательно наблюдать за процессом чтобы это было все красиво минут 20 но вообще прошло я не не засекал время как бы я смотрю вот на вид если у меня мясо и лук уже подрумянились уже время приходит морковочки нужно бросать морковочку что мы делаем вот следующим ингредиентом для готовки лагмана у нас будет перец спустя минут 8-10 после жарки моркови вот мы это бросаем сейчас все лишь как красиво с ними вот добавляем посты томаты чуть-чуть вот пол ложечки буквально хватит ну надо помидорчики уже бросать время как все красиво так время пришло добавлять специи вот так мы это сейчас помешаем еще но красота как обратите внимание что мы вот брат когда процесс идет в этой готовке мы даже не накрываем крышки казан это специально сделано ну чтобы у нас все поджарилось как следует не потушилась буквально через минут 20 25 мы добавили воды и картошку плюс добавили также специи подсолили сейчас это все накроем крышкой и это все должно тушиться минут 30 все что мы делали сейчас уже томиться и уже на подходе как все получилось сейчас вам покажем вот сама лапша которая была закуплена магазине пятерочка но об этом уже сегодня говорил вот так вот она выглядит вот как это выглядит все шикарно теперь лагман там бульончик а надо побольше красота они красота и он 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 и Субтитры создавал DimaTorzok